Александр, вы довольно плотно занимаетесь изучением Великой Отечественной войны, в том числе тем событием, которые происходили на территории Беларуси. И вот сегодня такое большое заседание, до этого были разного рода площадки, я так понимаю. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, на взгляд историков, почему сегодня, важно, спустя 80 лет, как никогда актуально становится изучение Великой Отечественной войны? Когда окончилась Великая Отечественная война, все надеялись, что это будет последняя война с человеконенавистнической идеологией, с идеологией нацизма. К сожалению, вот сейчас, практически 80 лет спустя, мы понимаем, что эта идеология не ушла в прошлое. Неонацизм, неоткровенный нацизм по-прежнему наблюдаются в целом ряде стран. Мы видим, как спонсируют нацизм, как используют неонацистские формирования для подрыва государственности в других странах. Вот сегодня нам нужно помнить о том, что нацизм – это вызов, который существует и сейчас. Это вызов, с которым придется бороться еще достаточно долго. И эта конференция – очень хорошее напоминание об этом. В Белоруссии реализуется большой проект без срока давности, который посвящен увековечению памяти жертв геноцида, геноцида белорусского народа. И это напоминание о нацистских преступлениях – это, я уверен, то, что нужно сейчас и белорусскому обществу, и российскому обществу помнить об этом просто необходимо. Александр, как Вы считаете, почему вот такие процессы, которые сейчас происходят на Украине, где нацисты буквально оказались у власти, возможно стали? Это большая трагедия, то, что произошло уже на Украине. Я помню время, когда наши украинские коллеги-историки точно так же, как и в Белоруссии, точно так же, как в России, занимались темой сожженных деревень нацистских преступлений. После переворота 2014 года, ударной силой которого как раз были неонацисты, агрессивные националисты, эти исследования исчезли. Молодым людям стали вкладывать в головы представления о правильности радикальных, агрессивных националистических тезисов. Мы должны понимать, сколько прошло времени. Переворот на Украине произошел в 2014 году, прошло 8 лет. Люди, которые были в начальных классах школы, они уже окончили школу, и им уже загрузили эту идеологию в головы. Это на самом деле про то, что никогда нельзя допускать неонацистского переворота, что никогда нельзя допускать, чтобы власть и система образования, правоохранительные органы захватили радикальные националисты. На прошлой неделе Вячеслав Володин сказал, что ситуация, которая сложилась сейчас в мировой экономике, спровоцировала появление новой восьмерки, то есть нового центра экономического роста. Мир взаимозависим, в том числе взаимозависим экономически. Невозможно выбросить из мировой экономики Белоруссию или Россию, потому что эти страны, у которых есть свое место в этой экономике, которая в нее вписана. И когда вводили санкции против наших стран, об этом, скорее всего, просто не думали. Возможно, думали о каком-то экономическом блицкриге, о том, что быстро ухудшится экономическое положение в стране, и это вызовет какие-то беспорядки, возможно. Возможно, надеялись на это. Но сейчас мы видим, что экономики России и Белоруссии под санкционным давлением выстаивают, а те, кто вводит санкции, они от этого серьезно страдают. Ну и мы видим, что блоковая дисциплина, которую демонстрируют европейские страны, она разрушает их экономику и бьет по ним самим. Если где-то в одном месте убавилось, будет нарастать в другом месте. И, конечно, мы видим, что мир становится все менее однополярным, как бы этого не хотелось людям в Вашингтоне. И, конечно, различные комбинации, семерки и восьмерки, они будут возникать и экономически, и политически. Мир становится более многополярным, более разным, и, на самом деле, это замечательно. Спасибо большое вам за беседу. Спасибо.